Всем привет дорогие друзья. Сегодня 19.09 и мы продолжаем череду наших осенних вылазок за грибами. Пойдемте же с нами. Сегодня с нами вместо Максима бабушка Максима, Катина мама. Привет, привет. Погода все так же хмурая, температура уже ниже. Мы сюда ехали, я смотрел 16 градусов. Но ходить комфортно. О чем говорит количество приехавших в лес. В этот раз я первый нашел беляшка. Опять же, небольшого размера. Большая часть ноги находилась в грунте. Вот такой. Поздравляю. Спасибо. Ну, вот так и пасемся друг возле друга. А вот еще. А потом она будет говорить, что у нее в корзинке больше, чем у меня. Пожалуйста. Так, раз. Ну, это кто-то уже поел. Ну, слегка. Надкусил. Ага. Так. Так и живем. Душа в душу. О, стоя на коленях, можно разглядеть то, что слегка лишь приподнимается над грунтом. Вот. Эффективнее, конечно, грибалочка проходила бы ползком. Но это слишком энерго и время затратно. Я что заметила, вот в этом году вот такие вот слизняки жрут белые грибы. Вот. Засними. Открою тебе секрет, они жрут их во все годы. Но я только вот сейчас. И смотри, какую дырку сделал. Вот так. Видал? Для них мы не менее противные слизняки. Как они для нам, да? Да. Первые наши грибочки мы нашли там, где сейчас Катя находится. Ну и вот метрах в 30, наверное. Смотрите, я поднялся на пригорочек. Здесь показался еще один беляшек. Ну, какой-то он рыжеглавый. Кстати, вон там, где Катя, там множество срезов уже было. То есть тут люди прошли. Я не знаю, может быть, после людей они уже повытыкались. А может быть, их просто не увидели. Красота. Вот, например, здесь рядышком кто-то обрезал жопку или ножку. И вон дальше обрезал. Но не заметил вот этого. Либо же он недавно вырос. Этот кто-то, скорее всего, не заметил. Потому как вот здесь мы можем видеть неуклюжесть этого грибника. Он сбил прекрасный беляш. Ну что, я рад. Я рад, что сюда пришел. И вот это вот нашел. Предыдущий грибник орудовал здесь. Но не обратил внимания на бугорочек из мха. Вот так. Думаю, если я хорошенько обследую вот эту местность. Видите, вот она мхом как бы очертана. То я здесь еще подлохмачусь. Ну вот, пропущенные кем-то грибочки оказались просто наградой для меня. Идем дальше. Видим еще бугорочек. Едва приподнимает своей шляпкой хвою этот беляш полулежа расположился в почве. Вот так выкручиваем и закрываем место. Это не какие-то там старые беляши переростки. Это самое настоящее настоящее сокровище беляшовое такого возраста грибочки. На прошлой грибалочке я по дождю выпендривался в футболочке и простуда показалась у меня на губе. Я сегодня не хотел светить свой фейс. Но я это буду делать крайне минимально. Для кого-то это будет в радость даже. Вот так. Какой свежий белый гименофор. Средь зеленого мха белеют головы молодых беляшей. Посмотрите здесь и здесь и обратите внимание сюда кто-то оставил ногу беляша. беляша. Причем срез свежий. Что ж приступим к извлечению вот этих экземплярчиков. прям среди мха. Один. А, и вот я еще не заметил срез. Может быть кто-то здесь находил большие экземпляры и побрезгивал брать вот этих малышей. Но я бы не сказал, что это прям уж очень маленькие хорошие. Посмотрите. и вот исследовал уже кем-то вытоптанную местность вот этого кусочка леса мы смогли высосать для себя вот такой результат. Довольно неплохо за 15 минут. Доберман. Люди с собаками огромными. вот буквально расталкивая конкурентов плечами мы собираем сегодняшний гриб. Между одиноко шатающимися охотниками мы сейчас пройдем и посмотрим что же они смогли здесь пропустить. Ветер сегодня не шуточный. погода меняется в сторону похолодания. Вот вчера было 27 градусов днем а ночью уже было 16 20 существенный перепад в 10 11 градусов крайне негативно отражается на метеозависимых людях таких как Катя. У нее постоянно болит голова на погоду и зачастую даже таблетки не помогают. Но вернемся к теме что же могли здесь пропустить грибнички вот только что которые прошли. Мы видим здесь просто можно назвать полянка маслят. Посмотрите на эту красоту. да не беляши но вы же знаете как в жарехе они хороши а также они хороши в консервации продолжим нарезание эти маслятки расположились в травушке потому наверное и не были найдены я уверен что даже после моих ползаний здесь что-то да и останется какая хорошая ножка толстенькая нельзя сказать что здесь чисто хвойный лес чисто сосновый посмотрите на эту красоту вот дубочек вот маленькие дубочки здесь же орешник может быть с этим связано то что грибы здесь не боровики с этими темными бордовыми шляпками а именно вот такие вот вот такого вида белые вот проходя красивые места обращаем внимание на следы орудования грибняков включаем концентрацию внимание максимально и видим белец тоже себе растет вернее не растет ага комментарии излишни вон там что-то еле поднимает иголочки нужно проверить это масленок не чита конечно беляшам но тоже приятная находочка буквально на цыпочках пробираемся по мху видим как кто-то безжалостно расправился над этим беляшом превратил его своим сапогом буквально в труху ага раздавил кто-то беляшик ну как так можно было он же был еще совсем ребенком сколько себе памятаю завжди любил спускаться у низин беляши вообще-то я тут не беляша ожидал встретить но эта встреча была еще более приятной чем допустим встреча с каким-то подберезовиком одинокий масленок сиротливо сохнет у пригорка хороший с юбочкой вот ведь как получается в молоднячке сосновом маслята а вот старом сосновом лесу как вы могли уже видеть там беляши там почему-то вот не встретилась маслята ну разве что парочку а здесь посмотрите вот и вон дальше не могу пролезть сейчас сейчас раз раз вот набрал так вот светло шляпы мои маслятушки вот и вот вот подлохматиться возле мужа. Что там маслята? Видишь в молодых сосенках маслятки. Такие характерные бугорочки делают беляшата. Проверим же. Как видим и беляшки здесь не прочь вырасти в молоднячке. Какой чистенький младенец. И здесь так красноречиво торчит вот этот беляш подчеркивая невнимательность предыдущего грибника. Пойдем Катя. Мы тут ходим среди срезов. Собираем эти крохи после пиршества. Это заставляет меня идти все глубже туда в лес в поисках своего шведского стола. Эх помню как я на острове боялся брать маслят чтобы не занимать место беляшей. Дошли уже до края леса. Вон там начинается поле. Просветы. развернулись в другую сторону и тут внезапно радость подарил вот такой бугорочек. Бугорок был внушительных размеров. А беляшек в нем так себе с пальчик большой. О, еще вроде бы что-то подобное. Но тут-то побольше. Да, побольше экземплярчик. Вот так. Очень хорошо прячутся. Рядышком почти такого же молочного цвета стоит мухоморчик. Пантерный. Чуть было не обхватил его перстами. И не прильнул к нему устами. К этому устами прильнуть одно удовольствие. И размерчик побольше и шляпочка такая потемней. Аппетитно смотрится. Здесь он был. И с другой же стороны этого дерева нужно было обойти, чтобы увидеть. Оттуда совершенно не виден был вот этот грибочек. Вот так вот нужно кругами ходить. Еще важен угол обзора. Ну наконец-то. Хоть один достойный экземпляр сегодня. В этом лесу, наверное, таких уже и не встретить. Все, вот эти мальчики с пальчики. Ну дали вырасти. Молодцы. Ложбинушки. Излюбленное место беляшей. Беляш какой-то прыщавый. Или что это с ним случилось. Родовая травма. Его кто-то повредил в детстве. Ну а так он крепишь. В конце ложбинки завершающий беляшочек. Немного-немного попалось в ней. Я так вижу, что нужно ходить по лесу хаотично. Потому как после выходных, сегодня понедельник, шансов не так много. Зашел в низинку посмотреть красничков или же подберезовиков. Но пока встретил здесь только вот терен из съедобного. А еще вот боярышник, наверное. И посмотрите, какая радость. Выходим мы из лиственника под березкой. Два беленьких. Такой же формы и вида, как и те, которые вон там в соснах находим. Кто-то здесь почистил себе желуди. Недалеко и третья головушка показалась. На самой границе хвойного и лиственного участка. Вышли мы на совершенно непривлекательную местность. Здесь такие старые, жиденькие сосны. Не знаю, как-то очень сухо все смотрится. Однако же через несколько мгновений показался беленький, свежий, хороший грибочек. Как будто здесь очень и очень сыро. Может быть так оно и есть. Однако местность здесь, как мне показалось, не грибная. В общем, друзья, оторвался я уже от своих. Я смотрю, что они любят ковыряться на одном месте. Мне же нужно как можно быстрее покрыть большую площадь. Да, к тому же смотрю, что час добегает уже кентя. А в нас немае ни гриця. Поэтому я пошел ва-банк и просто начал двигаться быстро в одном из направлений. Я не знаю, где сейчас мама с Катей. Где-то остались там позади ковыряться. Ну что, буду надеяться на то, что удастся найти просто хорошее место. И таки подсобрать грибочков сегодня. Даже немножко повздорили с Катей. Она говорит, я не хочу бихты, а я не хочу толктысь. Так что мы разошлись. Набрел на березку. Я так посмотрел, люди не особо заглядывают под них. Все больше по соснячку ходят. А тут вот такие вот грибы растут. Уже рослые. Не люблю я ходить на привязи. Вы понимаете, о чем я говорю. Катя идет в своем темпе. Я бегу дальше. Потом мне приходится возвращаться. Она там играет в ковырялочку. Выковыривает мельчайшие, рекордно мельчайшие экземпляры. Я же охочусь на более-менее трофейные единицы. Посмотрите, какие великолепные грибы. Она там точно таких не наковыряет. Я уж думаю, может быть я был слишком резок. Вспылил. Может быть мне стоит извиниться. Но нет же, друзья. Я был прав. Правильно, что я убежал. Такие более-менее высокие экземпляры я вам показываю. Но, поверьте, я собрал уже немало маленьких, которые не попали в кадр. Ну, в общем-то, в оконцовке посмотрим, кто из нас был прав. В любом случае, на своем канале Катя выложит свою версию происходящего. Нога уходит вглубь. О, не поверите. Как будто вот прям галстук снял. Так легко стало дышать. Тут какие-то бугорочки нет, показалось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ху-ху-ху-ху-ху. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вообще мама победила, по красоте даже, по оформлению Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Всем пока! Пока!